Кристаллическая глазурь – техника, которая сама создает живописные полотна. Даже мастер не знает, какую причудливую форму примет изделие. В музее керамики села Владимирское Воскресенского района собрана уникальная коллекция глазурь, икон, статуэток, керамических колоколов. Идея была именно показать возможности природного материала, но связать это с самыми актуальными проблемами сегодняшнего дня. Потому что вот когда во второй зал дети заходят, а там нас спасем планету красотой. Я все время веду диалог с детьми. Я им задаю вопрос, какая красота спасет мир. Уникальное дерево жизни, царица небесная, сварок и макошь, Сергий с Андреем Рублевым. Посмотреть на эти экспонаты в трех залах приезжают со всей России. Мы можем всем констатировать, что у нас поток ВРС. У нас сейчас уже приезжает порядка 10 регионов на Светлояр. Это вот в связи с дорогой пошла Марийская, Чувашия, Татарстан, потом Кировская, Костромская, сейчас Пенза, Саратов, Нижний, Москва, Питер, само собой. И в этом году у нас впервые приехала Астрахань. 30 часов ехали на автобусе, именно на Светлоярке, а потом поехали в Дивиево. То есть сильный импульс дала все-таки Олимпиада в Сочи, когда образ города Китежа открылся всю миру, как образ России. Здесь же во Владимирском создается оптический театр. Строители должны закончить его до конца года. Одна из особенностей представлений – это психотерапевтический эффект, действующий на зрителя целостным свето-звуковым потоком. Посмотреть на это действие будут проезжать еще больше туристов. Местные жители такого потока не боятся только за последние несколько лет. Благодаря развитию туристического потенциала на социальную сферу, строительство жилья, детских площадок, благоустройство, выделяются дополнительные деньги. Это позволяет сегодня обеспечить занятость многим людям, которым сложно найти работу, особенно в сельской местности, тем более по программам развития сельского туризма. Отдает от первых занятостей, дополнительный доход и подтягивает культуру и уровень жизни. На таком подспоре здесь же, в Воскресенском районе, вырос новый микрорайон. В коттеджном поселке для молодых специалистов из районного бюджета выкроили средства и на детскую площадку. Наша программа – это уже такой микрорайон, у нас, как называется, северо-западный округ, как в Москве, можно сказать. Действительно, очень много специалистов сейчас у нас работают. Раньше не было возможности, допустим, обычный простой человек приехать, чтобы у него было свое жилье, машина. Это очень хорошо для нас. Возможности открываются большие. За последние три года поток внутреннего въездного туризма вырос более чем в два раза. И вообще, под темпом роста внутреннего туризма Нижегородской области одна из лидеров Российской Федерации. Несмотря на это, Валерий Шанцев ставит задачу к 2020 году увеличить туристический поток в Нижегородскую область до 3 миллионов человек в год. Задача по нашей программе – дойти до уровня 3 миллиона. 3 миллиона 100 даже. Во всех странах, у которых есть серьезные традиции, культурные в том числе, много памятников истории, культуры, архитектуры, количество туристов значительно превышает численность населения. Поэтому у нас 3,5 тысячи памятников, только в Нижнем 600. Поэтому этот город включен в перечень ЮНЕСКО, самых известных городов, где много исторических ценностей, которые признают во всем мире. И возможностей таких много. Анастасия Рябова, Сергей Таиров, Объективный, из Воскресенского района, ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова